В Махабхарате описывается такая удивительная природа Дорьядханы, царя демонов. Говорится, что он не завидовал Кришне. Дорьядхана тоже не завидовал Кришне. И когда правил Дорьядхана, земля процветала. Внешне это было очень процветающим государством. И самое что удивительное, люди ощущали очень глубокую социальную защиту. Люди чувствовали очень глубокую социальную защиту. Внешнюю. Внешнюю. Они не были преданными, Кауравы. Но они материальным отношением давали такую мощную социальную защиту. А пандавы, у них не было практически ничего. У Кауравы отобрали у них все. Пандавы могли дать какую защиту? Духовно-нравственную. И все. И вот общество разделилось, кто на чью сторону перебегал. Одни социально-материальные защиты просили, а другие понимали, что без духовно-нравственной защиты никакой остальной не нужно. Никакой другой защиты. Как в Библии эта история. Варавы и Иисуса. И как они говорят, если пришел спасти нас, если ты спаситель, спаси нас от Рима. Спаси от Рима, от нищеты, от голода. И Христос улыбается. Он говорит, где вера ваша? Поэтому Рим у вас тут. Поэтому у вас голод. Потому что веру в Бога потеряли. Не следуйте его заповедям. Исказили отцы ваши все. То есть он дает самую важную часть. Он хочет устранить причину всех этих проблем. Какой смысл освобождать от Рима, если никто не изменился? Какой смысл давать им что-то, если они ценят совершенно другое? Если они не строят свою жизнь в соответствии с законом Божиим. Поэтому Кришна говорит, когда религия приходит в упадок, воцаряется без Божия, и тогда я сам. И Прупада пишет в этом комментарии. Кришна приходит либо сам, либо посылает своего представителя в образе слуги или сына. Чтобы восстановить религиозные принципы, ценности. Пока есть ценности, все будет нормально. Но как ценности переоцениваются, все, люди начинают страдать. И не могут понять причины своих страданий. Также Прупада в науке самосознания описывает пример Махатма Ганди. Удивительная ловушка. Если вы сейчас приедете в Индию, то вы на каждом углу будете видеть памятники этому человеку. Вот как Ленин у нас. Везде нету города, чтобы там не было памятников Махатма Ганди. И он ходил в Тхоте, был очень худенький. У него всегда была Бхагавадгита. Он говорил очень мягким голосом и все время говорил про Кришну. И Прупада пишет. Они Махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Он не был Махатмой. Он даже не был Риши. Но люди были так сбиты с толку теми посулами, которые он провозгласил, что надо избавиться от Англии, независимость, все остальное. Только после этого можно сформировать сознание Кришны. Бытие определит сознание. Надо изменить бытие. И тогда начнет процветать сознание Кришны. Надо сначала сделать хороший храм, условия создать для людей. Все надо создать условия. И потом на этих условиях начнет процветать Кама. Нет, он говорил, на этих условиях начнет бхакти процветать. И когда Шрила Прупада, Шрила Прупада, будучи такой квалифицированной личностью в духовном отношении, он попал к нему на крючок. И стал его приверженцем, будучи взрослым уже человеком. И Прупада специально, Прупада на своем примере. Говорится, жизнь Ачария, она будет тысячелетиями. Мелкие эти все будут обсуждаться. Потому что Ачария означает, приходит учить своим примером, даже своими ошибками. Как попадают в них, в какие ошибки попадать и как из них вылазить. Как привлекательна эта концепция социальных гарантий, здравоохранения, сельскохозяйственных общин, гурукул и так далее. И каким образом их открывают, кто их открывает, как они одухотворяются и так далее. Но поскольку люди все время находятся под влиянием внешней энергии, не обладая фундаментальным сознанием, они пытаются воздвигать эти здания. И при малейшем потрясении веры, все эти здания что? Рушатся. Они не могут их поддержать ни экономически, ни социально, ни духовно-нравственно, никак. Почему? Потому что в основе всего стоит вот эта духовная вера. Шрадха, Прупада пишет, самое главное это вера. Самое главное это вера. Как развить Шрадху? Шрадхаван. Прупада пишет, везде эти все ступени бхактик. Как это начинается? С маленькой веры. И как поднимается, как развивается это желание достигнуть Кришны. И когда желание достаточно развито, тогда можно запускать любую систему, если в этой системе есть люди, которые желают и могут направлять. Если этих людей принимают авторитетами, тогда можно все это уже начинать делать. Но до тех пор, пока нету этой фундаментальной прослойки, фундамента этого нету, все это будет рушиться с каждым разом. Любое красивое помещение будет разрушено, любое красивое какое-то философия, такая суперфилософия, она будет пах, при малейшем потрясении будет это все рушиться. Создание, эти системы, красивые, временные, чтобы объявить на весь мир, что мы так продвинулись, что мы спасем весь мир. Эта страсть, она истекает из нашего сердца. Немедленно при этой жизни получить лавры. Внешность, опять внешняя энергия, так она привлекательна, но внутренне. Внутренне, что происходит внутренне? Мы можем биться за социальные эти вопросы, чтобы не было Рима, не было такого государства, не было такого правительства. Мы можем все это делать внешне. Но внутренне вера так и не появится у нас.